Доброе утро! На Первом Приднестровском программа «Здравствуйте!» и я, Наталья Донцу. Сегодня мы уделим внимание детям, а точнее детской стоматологии. Более 80% населения земного шара имеют различные зубные заболевания. Несмотря на то, что срок жизни молочных зубов невелик, они для нас отнюдь непробные. Однако зачастую мама и папа совсем не переживают, когда из-за кариеса у ребенка разрушаются молочные зубы. Все равно рассуждают они, на их месте вырастут новые. Что на этот счет думают наши жители, смотрим далее. Раз в год нам договорили. А вы как часто выводите своего ребенка? Тоже раз в год. Я считаю, что уже квартально, наверное. Во время диспансеризации мы ходим к стоматологу, чтобы проверить, если полость рта нормально развивается, если зубы ровно растут. Ну и после этого, если есть нужда, стоматолог сам говорит, что обратитесь через полгода к нам, и мы вас проверим еще раз. Профилактически нужно сходить, потому что родители не могут объективно оценить порядки зубки или есть какие-то проблемы. Лучше показаться специалистом. А вот как часто профилактически? Ну, я считаю, раз в полгода где-то, наверное. Каждые полгода. А вы как часто ходите? Ну, мы так и ходим. Потому что лучше профилактика, как говорят, чем лечение. Тем более с маленькими детьми, когда нельзя ни анестезию сделать, ни подержать нормально ребенка. Проще прийти и осмотреть у доктора, и уйти домой с улыбкой, чем держать ребенка и мучить его. Вы планируете когда привести своего ребенка к стоматологу? Когда будет осмотр перед садиком? Мы готовимся к садику и должны пройти всех врачей. Я думаю, что как раз будет самое время. Наверное, начинаю где-то с трех лет, я считаю так. А почему? Уже зубки появляются, уже нужно ухаживать за ними обязательно. Мы его ребенку только возим с половиной месяцев, поэтому я, насколько знаю, что в годик. С годика, как зубки все появляются тогда, и надо отводить ребеночка на осмотр. А вы когда собираетесь отвезти? Ну, у нас еще зубок нет, поэтому как только появится, так сразу и пойдем. О том, почему важно с малых лет следить за здоровьем зубов, мы поговорим с гостью нашей студии, врачом-стоматологом-ортодонтом Китаевой Еленой Юрьевной. Доброе утро, Елена Юрьевна. Доброе утро. Вернемся к мнению о том, что уделять внимание зубам необходимо, когда уже выйдут постоянные зубы. Вы как специалист скажите, правильно ли это? К сожалению, это заблуждение. Во-первых, заботиться о здоровье и молочных, и постоянных зубов надо, начиная с момента, когда женщина решила стать мамой. Потому что формирование зубочелюстной системы происходит уже на третьей неделе внутритробного развития, зачатка, зарудыша. Появление так называемой ротовой ямки. Это первая точка развития зубочелюстной системы. Закладка зубов происходит уже на пятой, шестой, седьмой, восьмой неделе беременности. И к моменту рождения ребенка произошла закладка, во-первых, всей зубочелюстной системы, 20 молочных зубов. Это сформированы практически уже потенциал молочного прикуса. И 10-12 постоянных зубов. И если на каких-то этапах не соблюдались какие-то нюансы, рекомендации врачей, наблюдающих, пренебрежения этими советами, то уже эта тема упущена. Скажите, а когда же необходимо начинать чистить зубы? Многие доктора рекомендуют, как только появляется первый молочный зуб, вначале его протирать марлей, а потом уже с возрастом приступать к чистке щеткой. Как вы считаете? Ну я соглашусь с мнением своих коллег. Почему? Потому что как только появился зуб, первый зуб, надо за ним, конечно, начинать ухаживать. Вначале, после прорезывания, эту функцию осуществляют, безусловно, родители. И действительно можно использовать марлю, ватные тампоны, смоченные кипяченой водой и осуществлять гигиену этих первых зубов. И не только гигиену зубов, но и слизистой полости рта, языка. Есть какой-то приоритет в выборе зубных паст для детей? Зубы именно с использованием зубных паст и зубных щеток, вот эти средства гигиены, мы рекомендуем начинать чистить уже в молочном прикусе. Это с 2-2,5 лет в среднем, когда уже прорезались все молочные зубы. Еще раз напомню, что их должно быть 20. Ориентируясь строго на ту возрастную градацию, которая указана на тюбиках этих зубных паст, потому что их биологический состав, медицинский состав, он соответствует именно этой возрастной группе. И первые щеточки, они должны, естественно, быть мягкими, а не быть нежесткими. Существует более пяти методик чистки, правильной чистки зубов. Поэтому, если мамы в чем-то сомневаются, они всегда могут привести ребенка на первую консультацию при начале гигиены с использованием уже зубных паст, на прием к стоматологу-педиатру, который, основываясь на структуре эмали, на общем состоянии здоровья ребенка, на пористости этой эмали, на резистентности эмали конкретного ребенка, подберет так называемую правильную щетку и правильную пасту. Елена Юрьевна, скажите, а с какого вообще возраста необходимо приводить детей первый раз к стоматологу? Я бы даже уточнила, что к стоматологу надо приносить сначала ребенка. Это в период новорожденности, это после рождения, до года мама должна как минимум посетить 2-3 раза, потому что правильно развиваются альвеолярные отростки, грамотно или правильно идет развитие вообще зубочерестной системы, потому что стоматолог – это специалист по полости рта, это не специалист исключительно по зубам. Поэтому вот эту грань между вариантом развития нормы и патологии, я думаю, что определит исключительно специалист на приеме. А как часто вообще посещать стоматолога нужно? Посещать стоматолога мы рекомендуем, если у пациента достаточно беззаботный стоматологический статус, это 2 раза в год. Достаточно. Если же выявляется какая-то настороженность, какая-то предрасположенность, то наблюдающий доктор составляет индивидуальную программу посещений, это может быть и 3-4 раза в год. И акцентируем внимание на то, что необходимо детей приводить к стоматологу заранее, заранее, профилактически, до того, как у ребенка появляются какие-то болезненные ощущения, чтобы у них не формировался страх именно перед посещением стоматолога. К сожалению, причина, по которой к нам попадают в настоящее время пациенты в первое свое посещение – это боль. Родители приводят к нам, когда уже появилась какая-то проблема в зубочелюстной области. Поэтому, конечно, первое осуществление должно произойти на фоне беззаботного стоматологического статуса. Первое посещение должно быть ознакомительное. Познакомиться с доктором, помыть зубки, посчитать зубки, покататься, в конце концов, на кресле вверх-вниз. Чтобы остались приятные впечатления от посещения стоматолога. Чтобы остались приятные впечатления, совершенно верно. Наша героиня Ирина расскажет, почему решила отвезти своего ребенка к стоматологу-ортодонту. Ирина, будучи мамой девочки, беспокоится, чтобы улыбка ребенка всегда сияла. Несколько лет назад у маленькой Ани один из зубов начал расти криво. Как и большинство родителей, Ирина понадеялась, что зуб выровняется, но к врачу все же обратилась. Чтобы исключить комплекс дефекта, так как это девочка, все-таки решила обратиться к стоматологу-ортодонту. После чего наша проблема была решена ношением пластинки. Пластинку на зубах Аня носит около двух лет. Первый год круглосуточно, сейчас все реже. Результат очевиден, говорит Ирина. Зуб у ребенка заметно выровнялся. Примерно через месяц снова на прием исправлять прикус. К слову, закладка зубов, как молочных, так и постоянных, происходит еще в утробе матери. Поэтому в период беременности об этом заботиться важно. Прорезываются молочные зубы в 6-7 месяцев. И о полости рта необходимо заботиться с появлением первого. Нужно начинать чистить уже как прорезывается. Есть специальные силиконовые напалечники, в аптеках продается. Мама может покупать, одевать и чистить. Можно не покупать, можно взять просто ватные тампончики или ватномарливые тампончики. И просто снимать налет, потому что после приема пищи остается и на языке, и на зубах налет. Молочные зубы по своей структуре почти идентичны постоянным. Однако эмаль первых тоньше, нервный пучок расположен ближе. Поэтому процесс разрушения происходит быстрее. Налет, твердый камень, кариес и осложнения. Все это из-за отсутствия гигиены. Чаще приходят и говорят, зачем чистить, они все равно выпадут. Это же молочные. Но нужно чистить. Они могут, молочные могут повредить зачатки постоянные. Чистить необходимо и молочные, и коренные, говорят врачи. Добавляя, родители часто путают первые зубы с постоянными. Последние, кстати, прорезываются в 6-7 лет. Они больше по форме. Помнить необходимо и о витаминах. Рацион как беременной женщины, так и детей должен быть наполнен молочными продуктами, фруктами, овощами и рыбой. Ведь правильное питание, гигиена и посещение стоматолога – залог здоровых зубов и красивой улыбки. Елена Юрьевна, Вы сказали, что закладка зубов происходит именно во время беременности женщины. Скажите, а что должна знать беременная женщина для того, чтобы правильно формировались зубы ее ребенка? Это рациональное использование времени для труда и для отдыха. Не надо торопиться переделать пока во время беременности все дела свои. Естественно, это рациональное питание, это категорическое исключение всех вредных привычек, это рекомендация больше проводить время на свежем воздухе, это спокойная психоэмоциональная обстановка. И желательно заниматься своим здоровьем и исключением каких-то хронических проблем, если они присутствуют в организме женщины, еще во время планирования семьи, планирования беременности. А многие рекомендуют употреблять поливитаминные комплексы, препараты, содержащие кальций. Это нужно? Это не будет лишним, но опять же каждый случай отдельный случай. Эти рекомендации больше дают наблюдающие гинекологи, гинекологи-агушеры. Наша прерогатива – это беседы с мамами, объяснение причин, объяснение патологий и деформации, которые могут возникнуть во время беременности при несоблюдении этих аспектов, которые я выше перечислила. Скажите, а какие наиболее часто встречаются заболевания полости рта? В структуре стоматологических заболеваний первые три места занимают кариес, заболевания тканей парадонта и зубочелюстные аномалии. А почему кариес на первом месте? Это, конечно, общее состояние организма, это психоэмоционально, я делаю всегда акцент на этом состоянии организма, это экологическая обстановка, это сбалансированное питание. Местные – это, безусловно, гигиена полости рта и действие состава смешанной слюны или так называемой ротовой жидкости. Изменение каких-либо этих факторов или несоблюдение пациентов каких-либо этих факторов, конечно, может привести к заболеванию кариеса. Очень часто у детей зубы растут криво, либо неправильно формируется прикус. Скажите, а почему вообще это происходит? Из-за чего? Ну, изначально каждый ребёнок имеет все основания, чтобы вырасти с правильным прикусом, с гармонично развитым лицом. Но появление таких вредных привычек, как прокладывание языка, неправильный тип глотания, неправильная позиция языка… Что этому способствует? Из-за чего это происходит? Соски длительно используют или пальцы во рту держат? Очень много, да. Это вредные привычки, и пальцы во рту держат, и разные предметы, и карандаши, и кубики. И соски – это вообще отдельная тема, можно на ней остановиться. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, я наблюдаю на своём приёме, превалирует всё-таки искусственное кормление частично. Не совсем правильный и корректный подбор сосок мамами. Не совсем правильное формирование отверстия. Мамы почему-то хотят его сделать очень большим, чтобы молока этого побольше ребёнок получил через соску. Приходится ему неправильный подбор формы сосок. Ребёнок приходится втягивать щёки, чтобы добыть это молоко. При искусственном кормлении предполагается определённая позиция удержания мамы этого ребёнка. Это тоже не совсем правильно. Ещё мама при этом хочет поговорить по телефону, возможно. Идёт недоразвитие нижней челюсти, формирование дистальной окклюзии. Поэтому при искусственном кормлении это отдельные рекомендации должны даны быть мамой. То есть мама может прийти на приём к стоматологу и получить определённые рекомендации, какая должна быть соска, как правильно кормить своего ребёнка? Обязательно. Это обязательно. Она не может прийти, она должна прийти, как вы сказали, ей нужно прийти. Если ребёнок переведён на искусственное кормление. Плюс ещё наши дети привыкают спать на одной стороне. Однотипное положение во время сна, как бы это нежно не звучало, когда мы укрываем одеяльцем, всегда один и тот же бачок. Мы тоже должны заподозрить, что может формироваться неправильная окклюзия, неправильный прикус. Неправильная окклюзия – это? Соотношение верхней и нижней челюсти. Потому что прикус мы больше используем, когда есть контакты между зубами. Это больше положение правильное. Когда отсутствует контакт, когда опять же прокладывают язык, щёки, губы, и контакта между зубами нет, и мы используем уже как классификацию патологии слово «больше окклюзия». Но в принципе это тоже соотношение верхней и нижней челюсти. Когда, если говорить ещё о кормлении, мама рано отучает от соски или по какой-то причине ребёнок отказывается от естественного кормления, с мамой всегда должны проводить беседы, и мама должна обращаться в поисках этой информации. О том, что у ребёнка до 15 месяцев формируется и сформирован пока только сосательный рефлекс. Нам всем знакома картина, когда мама начинает ложкой кормить ребёнка. Он выплёвывает эту кашу, ему собирают вокруг рта, опять кормят. Это общеизвестная картина. А ребёнок подключает язык, и мы можем уже знать, что он будет его прокладывать. Позиция языка будет формироваться неправильная. На дне полосы рта это уже в свою очередь, уже мы можем заподозрить, 90% случаев может привести к формированию неправильного прикуса. Плюс мамы сейчас используют очень много рафинированной пищи, чтобы ребёнок и хотел бы, может быть, переживать что-то, и активно дать нагрузку на жевательный аппарат. Но вся пища перемолотая, перетёртая, это котлетки, тефтели и недостаточно жевательные нагрузки тоже приводят к формированию зубочелюстной системы. Скажите, а наследство, оно играет роль в формировании прикуса? Безусловно. Генетический фактор, он немаловажен. И тут мы не можем повлиять на него никак. Дети похожи на своих родителей. Но если в генетической предрасположенности есть неблагоприятный рост челюсти, мы можем перенаправить этот рост благоприятный. Какие симптомы могут подать сигнал, что ребёнка необходимо вести на осмотр к стоматологу, и что делать дальше, смотрим в сюжете. Начать вводить ребёнка на профилактический осмотр к врачу-ортодонту следует с 6-7 лет. В это время начинается смена прикуса. Поход к зубному нельзя откладывать, особенно если ребёнок жалуется, что во время еды пища застревает между зубов, если он подпирает рукой нижнюю челюсть, неправильно произносит слова или появился кариес. Также звонок для родителей. Ребёнок спит с открытым ртом. В первую очередь это говорит о том, что ему что-то мешает правильно дышать. Это могут быть полипы, аденоиды или искривлённая носовая перегородка. Все эти факторы приводят к изменениям в челюсти. Когда дети ходят в школу, и они держат ручку во рту, кусают, карандаши, вот это тоже бывает, пальцы сосут, пустышку сосут до 2-3 лет. Это тоже приводит к этому. Необычно приходят у родителей тоже неправильные прикусы или неправильное положение зубов. Если у ребёнка есть проблемы с дыханием из-за каких-либо изменений в носоглоточной полости, сначала нужно пройти лечение у лора, и только потом продолжить диагностику у зубного специалиста. Когда все факторы, не относящиеся к деятельности ортодонта, устранены, назначают панорамный снимок, который поможет специалисту составить правильное лечение. Бояться таких снимков не надо, в том плане, что здесь доза облучения минимальная для пациента. Объясняю почему. Почему? Это аппараты цифровые, это современные аппараты, которые переведены с плёнки на датчик. Для того, чтобы сделать снимок на плёнке, там нужно более длительное облучение именно пациента, для того, чтобы снимок на плёнке получился более чёткий. Для датчика это надо намного меньше, потому что они более чувствительные. Для исправления зубочелестных аномалий применяют съёмные и несъёмные конструкции, наиболее распространённые пластинки и брекеты. Лечение назначают в зависимости от возраста ребёнка, но даже съёмные конструкции важно носить постоянно. Здесь тоже опять роль родителей играет, чтобы они следили за этим, чтобы он, ребёнок, носил аппарат. Обязательно, если он не носит, они должны обращаться к ортодонту, чтобы я аналогичный вариант предусмотрел, потому что у меня не только пластинки и несъёмные конструкции, по типу пластинку, она тоже предназначена для расширения, по типу квадилекс, он несъёмный. Да, это не зависит от ребёнка, ставят во рту, и ребёнок ходит, да, ему тяжело будет, шепелявит, но что делать? Главное, чтобы родители сотрудничали с врачом, это очень важно. Бояться пластинок и брекетов не стоит, ведь через время у вашего ребёнка появится красивая улыбка, а самое главное, это сможет предотвратить множество болезней в полости рта. Елена Юрьевна, основным методом лечения является ношение пластинок и брекетов, так ли это? Ну, в народе называют скобы, пластинки, да, а на самом деле это съёмные ортодонтические аппараты и несъёмные ортодонтические аппараты. Вот как раз к несъёмным ортодонтическим аппаратам относятся брекеты. А скажите, брекеты с какого-то определённого возраста необходимо использовать? Брекеты используются в основном с 12-14 лет, то есть что подразумевает под собой уже формирование постоянного прикуса, формирование корневой системы у этих зубов, чтобы мы могли дать достаточную нагрузку на них, и сформированную кость для постоянного прикуса челюстей. А как вообще брекеты выравнивают зубы, как это происходит? Эффект происходит за счёт того, что мы фиксируем брекеты в строго определённой точке, на неправильно расположенных зубах. Материал, из которого изготовлены дуги, он как бы считается запрограммирован на форму идеального зубного ряда. И когда мы фиксируем в эти брекеты, в эти замочки дугу, мы её изгибаем. При температуре полости рта она хочет вернуть свою форму и подтягивает зубы за собой. А форма, как мы уже выяснили, она идеального зубного ряда. То есть таким образом они выравниваются. Скажите, Елена Юрьевна, а есть ли вообще какие-то противопоказания к ношению брекетов, или их можно всем использовать? Первое, что бы я отнесла, это аллергические возможные реакции пациента на определенные сплавы, из которых изготовлены брекет-системы, или на материалы, из которых изготовлены дуги. Второе, это если у пациента имеются уже других сплавов, других металлов, конструкции металлические в полости рта, и исходное состояние эмали. Потому что если имеются некариозные поражения, если резистентность эмали достаточно низкая, то тогда мы можем прогнозировать возникновение осложнений, возникновение появления кариеса. То есть эмаль должна быть здоровой? Да. Скажите, а какая-то гигиена брекетов необходима? Есть какие-то определенные рекомендации? Прежде всего, это, конечно, надо чистить зубы. И есть специальные щетки, есть специальные ёршики, флоссы, специальные зубные пасты. В кафедре Академика Персина разработана специальная паста, которую не надо даже смывать. Но если пациент не мотивирован на гигиену полости рта, это тоже можно отнести изначально к противопоказанию, к лечению несъемной техникой. Если у него низкий гигиенический индекс, мы отказываем этому пациенту, рекомендуя другие виды лечения. Потому что мы знаем, что потом возможны осложнения со стороны, совершенно верно, твердых тканей зубов. Или же рекомендуем сначала привести эту ситуацию в норму, потом регулярно проводим во время лечения уже, реминерализирующие разные терапии, с учетом, конечно, исходного состояния эмали. Скажите, Елена Юрьевна, а что будет, если не выравнивать зубы, не лечить прикус? Это к чему-то может привести? Проблемы в зубочелюстной системе могут привести и к нарушению работы органов слуха, органов зрения, к возникновению инфекционно-аллергических реакций, к проблемам в области сердца, в области почек. И если говорить, например, о части тех проблем, которые приводят к нам пациентов с зубочелюстными аномалиями, то если упомянуть часть из них, например, нарушение жевания, если у пациента есть проблема с жеванием, он начинает жевать или на правую, или на левую сторону. И мы делимся все на правоструктурных, если жуем правой стороной, или левоструктурных. Если же мы жуем правой стороной, у нас активируется левое полушарие. И возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом и возникновение аллергических реакций. Это научно доказано и озвучено уже не раз. Если мы левоструктурные, активируется правое полушарие. Это проблемы, возможно, с лор органами, возникновение различных воспалительных заболеваний. И не обязательно даже уточнять, какой стороной мы жуем. Надо стремиться к балансу. В течение дня каждый пациент, каждый человек, если у него одностороннее жевание, он может понаблюдать. Если он живет левой стороной, по каким-либо причинам или проблемам, вызванным в зубочерестной области, удаленным зубам, пораженным зубам, нарушением целостности зубного ряда, ему надо начинать жевать на другую сторону, стремиться к балансу. Ну и нагрузка на сустав тоже идет? Сустав, нагрузка на сустав, безусловно, потому что это самый сложный сустав во всем организме. Желудочно-кишечный тракт, возможно, как-то страдает при этом? Безусловно, потому что ротовая полость – это начало желудочно-кишечного тракта. Если у детей неправильная позиция языка при глотании, у них формируется вертикальный тип роста челюсти, при этом возникают проблемы с конфигурацией и размерами дыхательного горла. Дети стремятся компенсировать себе дыхание, отклоняют голову, чтобы улучшить это дыхание. Шея пытается вернуться в свое положение. Это формируется проблема уже с позвоночным столбом в будущем, появление головных болей, шейных болей, которые не могут и не связывать с проблемой в челюстно-лицевой области. То есть настолько завязано все в одном организме. Подводя итог нашей программы, Елена Юрьевна, давайте основные рекомендации, скажем, для наших людей, что необходимо делать именно в профилактической детской стоматологии, чтобы сохранить здоровыми наши зубы и полость рта. Первое – это, я бы сказала, планирование все-таки семьи. Планирование. Второе – если уже запланировали и все произошло, это здоровая беременность, это соблюдение рекомендаций, это соблюдение здравого, я бы сказала, все-таки здравого и здорового образа жизни. Это обязательные контакты со специалистами. Надо выяснение стоматологического статуса ребенка. Если при необходимости, это регулярные профилактические осмотры детей. И, конечно, сбалансированное питание, чтобы было достаточно и кальция, и фтора, и фосфора. И, безусловно, не могу не сказать о соблюдении гигиены полости рта. Да, это основная и важная. Одна из основных проблем, да. Возможно, это у кого-то и не приводит к возникновению кариеса. Но соблюдение этих всех факторов, я думаю, все-таки обеспечит какой-то беззаботный стоматологический статус. Елена Юрьевна, спасибо большое. Думаю, что для наших зрителей данная информация явилась очень ценной и полезной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова